Всем привет, ребята! Вы на канале Лепота ТВ. Если вы не смотрели наше предыдущее видео, то я вкратце вам расскажу, что происходит в нашей жизни. Много лет назад мы купили на Авито кошку, очень странной женщины. И вот спустя 4 года она начала требовать эту кошку обратно. Она врывается в наш дом, угрожает, поэтому у нас нет никакого выбора, кроме как возить кошку везде с собой, чтобы она не успела ее выкрасть. И поэтому сегодня мы проведем 24 часа в машине вместе с нашей кошкой Ариелой. Мы будем ездить по городу и смотреть, чтобы никто за нами не уплелся, чтобы никто за нами не смотрел, чтобы ничто не угрожало нашей жизни и жизни нашей кошки. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ребята, всем привет! Вы уже поняли, что у нас приключилось на нашу кошку, началась настоящая охота. Эта ненормальная злая заводчица просто разрывает нам телефоны, все мессенджеры. Она нам постоянно пишет, и мы поняли, что безопаснее всего будет сделать так, чтобы кошка все время находилась с нами. Вот сейчас, ребята, после тяжелого дня, после всех заявлений в полицию, мы только-только первый раз кушаем. Время уже 7 часов вечера. Мы приехали в Макдональдс, и давайте немножечко перекусим. Кажется, эту ночь нам придется провести полностью в машине, и, скорее всего, завтрашний день тоже. Мы будем постоянно перемещаться с места на место, лишь бы только нашу Орелу отвоевать и никуда не забрать. К сожалению, полиция нам помочь не может. Я вообще не знаю, к кому обращаться. Миша, Лера, я постараюсь быть постоянно на чеку и постоянно оглядываться вокруг, чтобы, если вдруг эта ненормальная женщина будет приближаться к нашей машине, вы сразу могли дать газ в пол. Ореш, Ореш, не паникуй, пойдем мороженое кушать. Лер, как не паникуй? Это же не на твою жизнь покушение. Да не переживай, Ореш, никто не покушается на твою жизнь. Все будет хорошо с твоей жизнью. Вопрос лишь в том, что она просто хочет забрать тебя к себе. Ну, а зачем? Я ей нужна. Так, дайте-ка я посмотрю. С этой стороны, кажется, тоже никого. Ладно, все чисто, 10 минут у нас есть, можем перекусить. Только давайте-ка кушайте по очереди. Сначала Миша, потом Лера. Ребята, мы встали. Я даже не знаю, где мы находимся. Мы уехали достаточно далеко от нашего дома. Тут какие-то додо-пицца, что-то там еще. Я видела, там есть дом, магазин Бетховен. Можно будет ореш и что-нибудь купить. Давай, зверопапа, приятного аппетита тебе. Спасибо, да, давай перекусим. У меня уже голова болит от того, что мы целый день не ели. Ну как, вкусно? Очень. Миш, что ты там кушаешь? Мороженое, смотри. Ты дашь мне тоже? Ты оставишь мне? Ореш, ты куда пошла, Ореш? Я просто тоже хотела мороженое. Кстати, да, у нас Орела очень любит мороженое. Конечно, мы ей его не даем, но попробовать чуть-чуть можно. О, давай положим ей в крышечку. Вот, смотрите, крышечка от Макдональдса. Миш, ты мне кладешь? Как ты услышала? Ну в смысле, я же слышу хорошо, у меня звук. Орешка, иди сюда пробуй. Лера, там какая-то женщина подозрительная. Ореш, я видела, это просто бабушка идет, не надо. О, какое хорошее мороженое, однако. Давайте теперь все время будем покупать именно в Макдональдсе. Я потому что, когда беру в пятерочке, у меня кажется не очень. Ребята, моя неизменная классика в Макдональдсе, то, что я беру абсолютно всегда, это картошка фри и сырный соус. Ореша. Ребята, кто нас смотрит очень давно, вы знаете, что у нас Ореша просто сумасшедшая кошка. Она ни секунды не сидит на месте, она постоянно где-то ходит. Вот даже сейчас она сейчас пойдет на Миша на айфон и свалит его. Еще при этом она мурчит, у нее всегда очень хорошее настроение. Нам надо у нее поучиться, даже в таких ситуациях. Ореш, смотри, сырный соус. Ореш, ты чего, тебе нельзя такое? Ну ты же мне сама дала. Так, понятно, куда мне теперь это деть? Эти. Что, картошку будешь? Ребята, как-нибудь видели кошку, которая ест картошку? Лера, Миша, я вам честное слово говорю, сейчас шла женщина с седыми волосами. Ариэлла, ну мало ли бабушек ходит с седыми волосами. Почему ты сразу думаешь, что это за тобой? Потому что она точно хочет меня забрать и сделает это в ближайшие дни. Ореш, ты куда? Давай, аккуратно. А что там еще есть для меня? Ореш, к сожалению, в Макдональсе для тебя ничего нет, но сейчас мы сходим в Бетховен и купим тебе все, что ты захочешь. Хорошо? Будет с Ариэллой вход разрешен, ты будешь покупать все, что ты захочешь. Хорошо? Хорошо, Лер. Ариэлла опять пристает к Мише и пытается съесть у него мороженое. Ореш. Ореш, ты можешь секунду на месте посидеть, чтобы мы поели, пожалуйста? Она уже пошла исследовать что-то внизу. Ореш, ты где? О, тут мусор, я смотрю. Ребята, мы вот сейчас просто случайно заметили, что тут очень странный человек стоит. Очень-очень-очень странный. И он смотрел в нашу машину. Это может быть сын этой женщины? Мне кажется, нам надо отсюда сейчас сваливать. Ореша, давай залезай в сумочку. Ореш, пойдем скорее. Куда, Лер? Можем зайти в зоомагазин? Я очень хочу купить себе какие-нибудь игрушки. Мышки, перышки и еще вкусняшки. Что я буду делать 24 часа в машине? Орешечка, милая, я и хочу сходить с тобой в зоомагазин. Пойдем скорее, возьмем зверопапу и пойдем быстрее в магазин. Залезай в сумку, Ореш. Залезай в сумочку. Иди сюда. Опа, эту кошку невозможно взять на ручки. Опа, умница моя. Так, я тебя закрываю и мы идем в зо. Хорошо, Лер. Только я тебе буду говорить, что брать. Хорошо. Ореша, Ореш, берем эту? Да, Лер, мне нравится. Вот такую берем. Мне тоже очень нравится, дразнилочка. Просто посмотрите, это же чисто орела, рыжая, лиса, да еще и размер XS самый маленький. Плюс сейчас наступили холода, а она вот так вот внутри с прослоечкой, как будто бы флиса. Это просто вот must have. Мы вернулись из зоомагазина, и вы не поверите, что мы купили, друзья. Как вы думаете, что это такое? Ютуб, подожди, 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 без паники. Это просто пиво для животных. Для животных. Вы можете себе представить? Вот здесь нарисована собака, и написано, что и напиток разработан по уникальной рецептуре с ветеринарами. О, собака такая длинная еще, да, на всю упаковку? Да, 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 да. Мы хотим сейчас попробовать, будет ли орела это пить. Так, Ореш, давай вылезай. Вылезай, Ореш. Смотрите, ребята, сейчас я вам покажу все, что мы купили. Вот такую вот мы купили миску. Посмотрите, Миша нашел эту мисочку. Это тоже просто чисто ореши и цвета орелы, рыженькая. Она очень милая, да, как будто грустная киса, хочет, чтобы ее купили. Мы взяли орешу попробовать деревенские лакомства с пюре из креветок. Мне кажется, деревенские лакомства только-только выпустили вот это. Вот смотри, Ореш, какая вкуснятина. Ореш, попробуешь? Лера, я чувствую такой аромат, что я сейчас проглочу просто. Так, держи, попробуй. Ты куда, Ореш, Ореш? Ореш, ты куда пошла? Миш, дай ты мне из своей руки попробовать. Я обожаю, когда ты меня кормишь. Это лучшее наслаждение для меня. Лер, пахнет креветками. Ореш, а тут твои попы пахнут. Ну, в смысле? Ореш, ты куда, куда ты пытаешься? Она сейчас упадет просто на пол, мне кажется. Еще секунды, и Ореша падает. Ореш, на, пробуй, пробуй. Как тебе? Нет, мне не нравятся креветки. Вот так вот, друзья, вот так вот пропадают 60 рублей. Ориэла это не заценила. Но сейчас у нас будет главный тест, понравится ли ей вот этот вот пивас собачий. А еще, смотрите, что мы купили. Вот такую вот дразнюху. Ореш, Ореш, смотри, какая дразнилочка для тебя. Ореш. Эй. А еще вот такую кофточку. Давайте померяем ей вот эту кофточку. Ореш, держи, смотри, какая классная. Смотрите, котики мы одели Ореша вот эту вот кофточку. И она прям ей так хорошо. И она утепленная. И вообще, мне кажется, это очень круто. Лип. Да, это прям можно будет снимать с кошкой. Вход разрешен, конечно. Смотрите, какой у нее милый локоть. Лер, ну ты меня уже засмущала своими комплиментами. Давай уже кушать вкусняшку и пробовать кошачье пиво. Заверопапа, ходят слухи, у тебя есть открывашка для пива с собой. Я уже в процессе поиска. Давай. А почему не это звука, как будто пиво открывается? Ну был небольшой звук, просто тихий. Ну что, понюхай. Ну, что-то есть от пива, но что-то слишком сладкое, как будто. Орежь, что скажешь? Слушай, пахнет просто волшебно. Так, давайте нальем ей сюда и посмотрим, какое это по цвету. Орежь, держи, смотри. Это тебе. Фу, как же это пахнет, ребята, неприятно. Это пахнет, как, знаете, собачье какое-то лакомство, если растворить это в воде, вот такой же мерзкий запах. Ну не знаю, мне кажется, ты преувеличиваешь, нормально пахнет. Но особо, конечно, не напьешься. Я больше люблю лакомство, которое нужно есть, а не пить. Да, я согласна с тобой. Ой, голова дурная, и как всегда, не дает покоя моим лапам. Орежь, ты чего? А ну что, алкогольная зверопапа? Походу, да. Так, давайте теперь нашу кошечку покормим, потому что, конечно, у нас сегодня день беготни. Орежь обедала везде с нами. Орежь, иди, выходи сюда, кушай здесь паштетик. Давай, чтобы переноску свою не запасить. Ой, тихо, ты чего, Орежь? Давай, помогу тебе. Иди кушай, приятного аппетита, кошечка наша. Лера, спасибо. Я о таком постите просто очень давно мечтала. Ребят, кто не знает, мы влажный корм своим котикам почти не даем. Очень-очень редко, если только вот в виде какого-то лакомства. Но в основном этого не происходит. И пока, кстати, Орежь кушает, вы можете в полной мере разглядеть вот эту вот замечательную кофточку с лисой, которая мне очень нравится. Так, ребята, пока у нас там Ореша на заднем фоне доедает свою баночку, потому что это уже ее ужин. Пусть она ест ее до конца. Сухого корма сегодня уже не будет. Пока она кушает, мы сейчас бегаем с Мишей вот туда, в туалет. Вот тут у нас Додо пицца. Можно быстренько сбегать, сделать все свои дела. Пойдем, зверопапа, то я выпила всю колу, мне уже плохо. Ну, пойдем, да, я тоже хочу. И тут, ребята, мы совершили самую большую ошибку в своей жизни. Прямо мы пошли в туалет вместе. Нужно было сначала сходить мне, потом сходить Мише. Потому что как только мы ушли из машины, мы не можем достоверно сказать, что конкретно произошло. Но когда мы через несколько минут вернулись, в машине уже было пусто. Кошки-арелы там не было. Собственно, как и не было переноски. Сначала мы не могли поверить своим глазам, потому что это нереально. Нас не было всего какие-то считанные минуты. И в моей голове сразу начали вертеться мысли, что это какая-то ошибка, и что она просто куда-то ушла. Но машина была закрыта, и уйти абсолютно некуда. Единственное, что нас сейчас может спасти, это попросить Додо показать нам камеры. Потому что камеры из их кафе выходят ровно на нашу машину. Тогда мы хотя бы сможем увидеть, как выглядит эта женщина, если это действительно она украла Ариэлу. Как раз в это время рядом отъезжал автобус. Мы постарались разглядеть его номер, но поскольку это было очень далеко, цифры запомнились смутно. Продолжение следует...